Дани Вечер Всем привет, с вами Андрей, вы на канале Рабочие будни в Германии. Сегодня у меня свободный день, я провожу его ударно на даче, готовлю грядки к весне. Сейчас я свой компост открыл, этот компост стоял весь прошлый год, туда я складывал скошенную траву, плюс перемешивал с землей, все это гнило в течение года, сейчас я вожу и по грядкам раскидываю, потом это все будет перекапываться. Если не хватит, то мне придется поехать купить немножко компоста. Такой компост продают у нас в специальных, ну в магазинах есть и специальных таких на базах, где вот продают землю, песок, щебедь. Можно купить, 3-4 евро стоит там 50 литров или 100 литров. То есть мне надо будет докупить, наверное, потому что мне не хватит. Плюс, ребята, мы прошлые выходные с Серегой ветки рубили за оградой. И приехала машина специальная, которая с дробилкой, там прицеп дробильный есть, и они полностью вот такие ветки, что куча была перед нашей дачей, они передробили. Получились опилки. И вот эти опилки я сегодня буду возить на тачанке и между грядками рассыпать. На дереве висят пасхальные яйца. Это наши женщины уже готовятся к Пасхе. Уже повесили так, как... Ну, красиво, конечно. У немцев такая традиция есть, я не знаю почему. Но я уже вижу, что здесь уже начинают почки набухать. Это уже все скоро пойдет. Листочки потихоньку лезут, цветочки уже цветут. А, кстати, цветочки. Вот, посмотрите. А, на прошлых выходных моя жена уже посадила цветы. Анюткины глазки называются, если я не ошибаюсь. Мы купили целый ящик и посадили. Красиво смотрятся. А ну, вот вам показываю это. Кто не смотрел, посмотрите предыдущую серию, где мы с Серегой за оградой полностью вот эти маленькие деревья резали. Приехала специальная фирма, и она для нас покрошила. Вот на такие щепки. Вот эти щепки я теперь буду между грядок так аккуратненько распланирую, или как правильно сказать по-русски, распределять буду небольшим тонким слоем. Начну я с левого края и пойду вот так. Когда это все будет проделано, на выходных, мы поедем, возьмем компост. Видите, не хватило. Перекопаем, и уже потихоньку надо смотреть, как тепло начнется. Будем уже садить креатки. Обычно мы садим. Но не буду вам говорить, что будем садить в этом году. Смотрите новую серию, и вы все узнаете. Сколько я уже прошелся, проходов забил опилками. Смотрится, конечно, красивее. Но это еще не конец, потому что, когда я все пройдусь, потом пойду уже ограбляем, буду немножко ровнять. То есть это такой рабочий вид, не пугайтесь. Ну, сложно одному. То есть мне надо насыпать, принести, распределить все. Ну, потихонечку работа идет, это самое главное. Главное, что погода хорошая, солнышко светит. Так что потихонечку справимся. Пока у меня пауза небольшая, покажу вам дерево. Здесь был плющ полностью. Он это дерево обволакивал почти до... Вон здесь зеленые еще листочки висят. Вот так он был почти больше половины дерева занимал. Мы его обрубили с той стороны корней. И когда люди приехали дробить опилки, они его с дерева содрали. Так что это уже плюс. Здесь тоже зимой дерево спилили. Больше теперь будет солнечного света, потому что у нас была проблема. Деревья, тень. И когда тень, то появляется мох. Даже вот он сейчас. Его надо будет также мне приехать на выходных. И буду его специальными граблями вычесывать. Потому что, посмотрите, траву глушат. И надо, наверное, траву подсеять нынче. То есть, работы море, ребята. Тут, куда ни взгляни, везде работа. Вот еще мешки надо вывести, тоже прицеп взять. Там ветки лежат. Дробить надо будет. Не знаешь, за что взяться. Тут, я вот сейчас, видите, опилки торчу. Ну, кучка такая вывалилась. То есть, с той стороны таскал. Потому что они как раз, куча была за забором. И они вот эти все опилки просто к забору, кучу такую большую сделали. Ну, молодцы ребята. Дача – это то место, где человек расслабляется на выходных или вечером. Можно посидеть, чай попить. Солнце, смотрите, светит. Можно на солнышке погреться летом. Дети, батут есть. Костер можно пожечь. Шашлычок сделать. Свой небольшой огород есть. Как бы, я даже не знаю, чем бы я занимался, если бы у меня не было дачи. Потому что лежать на диване, просто перед телевизором – это не мое, ребята. Я на диване практически не лежу. У меня постоянно какое-то движение есть. Даже сейчас я вот сделал грядки, да. И сразу вот смотрю, чем бы мне заняться. Смотрите у меня, какие стулья. Я их привез. Теперь я не знаю, когда мне ими заняться. Хочется вот прямо сейчас, но уже знаю, что темнеет. Скоро будет, я только начну в процесс, да, входить. И мне надо будет домой ехать. Наверное, оставлю я на следующий раз. Сегодня я, между прочим, приобрел такую ножку интересную. Сейчас вам покажу. Столешницу я снял и выкинул, потому что там старый стол был облезлый. Но у меня в запасе есть новую столешницу. Сейчас я вам покажу. Пленочка новая. Все новенькое, только остается отодрать. Но еще надо с той стороны столешницу прикрутить и все. Как вам? Столешницу мне придется немножко подкрасить. Когда я брал, мне сказали, что она хорошая. Но я тут вижу, что тут появилась уже ржавчина. Здесь придется зачистить. И проблема в том, что у меня такой краски нет. А полностью перекрашивать мне не хочется. Ну вот, как-то вот так будет. Столик для балкона, для дачи. Самое милое дело. Ну, это я буду заниматься в Переделкино в Германии. Это другая уже серия. Потому что я немножко их буду разделять, где мы работаем на даче, отдыхаем. И где я занимаюсь мебелью. Так что смотрите, есть у меня специальный плейлист. И вот как раз на этом плейлисте есть видео, где я занимаюсь мебелью. Деревянной мебелью. Сейчас мы металлические. Столик такой попался. Тоже все это очень мне нравится. Этим занимаюсь. Смотрим, пишем комментарии. Ну а с вами был Андрей. На канале Рабочий будет в Германии. До новых встреч, новых видео. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова